Всем привет! Меня зовут Инесса и добро пожаловать на мой канал. Я дизайнер одежды, сейчас я проживаю в Тунисе и хотела бы рассказать о себе 10 фактов. И первое из них это то, что я дизайнер одежды и переводчик референта. Я закончила Казахско-Турецкий колледж, но тем не менее за целью поступила на дизайнера одежды. Это мечта всей моей жизни была и я ее осуществила. Второй факт то, что я фанатка индийского кино. Я очень люблю индийский Болливуд. Здравствуйте! Очень мне нравятся индийские актеры Триянка Чопра, Шакрухан, Дипика Падхукан, Шаратха. Если ты тоже любишь индийское кино, так же как я, напиши мне об этом в комментариях. Третий факт то, что я была вегетарианцем на протяжении 10 лет. 10 лет я не ела мясо. В течение своей беременности я тоже не ела мясо. И сейчас моя дочка не очень любит мясо, а я ей потихонечку, потихонечку пихаю его. Я для себя поняла, что мне уже очень тяжело быть вегетарианцем. И сейчас время от времени я ем немножко куриное мясо индюшки. Ну, ем я очень мало, но хоть какое-то мясо поступает в мой организм. При этом я очень люблю рыбу. Сейчас мне очень везет то, что в Тунисе очень большое количество вкусной, классной рыбы. Четвертый факт, который я бы вам хотела рассказать, то, что я была бритая. Был у меня такой момент в жизни, когда я побрила голову, и я рассказывала об этом в своем видео. Пятый факт обо мне, то, что у меня на носу здесь есть пирсинг. 16 декабря у нас День независимости Республики Канакан. И 17 декабря я помню, что когда мне было 16 лет, мы с подружками поехали в город. И я проколола, сделала пирсинг. Потом я приехала, добыла, сняла пирсинг, потому что я хотела помыть лицо. Зачем я это сделала, я не знаю. Потом я не могла засунуть сережку обратно. Я так плакала, моя мама на меня так ругалась. В общем, это было очень прикольно. И свой пирсинг я планирую носить для себя. Шестой факт обо мне, то, что я хочу спрыгнуть с парашютом. Мы с мужем в прошлом году летали над морем на парашюте. Это было просто великолепно. Такая красота. Море, дома, песочек. Я за качественный и здоровый экстрим. Я очень боюсь, допустим, лыжи, сноуборды, скейтборды. Потому что я боюсь сломать ноги свои, либо еще что-то. А вот полетать, при этом все, экипировка у тебя есть. В общем, я только сам за это. Седьмой факт обо мне. Я очень хочу похудеть. В свою мозгу я постоянно стремлюсь к этой мечте, к этой цели. Но на факте я делаю мало усилий, мало прилагаю усилий к этому. Но при этом я стараюсь. Я занимаюсь бодифлексом. Восемое. Веду я разные блокноты. В двух из них я записываю любимые мною книги, выражения, цитаты, мудрые слова. Какие-то афоризмы, какие-то аффирмации я записываю. Нежели чем заново прочитывать новую книгу, я лучше открою свой блокнот и прочитаю классные мысли, классные фразы с этой книги. И опять себе могу вдохновиться. И, в общем, опять буду я на позитиве. Девятая моя мечта. Конечно, мечтаю я открыть свое ателье, свой шоурум. Курсы, кройки и шитья и дизайнерские курсы какие-то. Очень мне хочется иметь вокруг себя творческих людей, которые будут точно так же творить, как и я, которые будут дышать моды, которые будут немножко помешаны на этом. Прям очень мне хочется встретить таких людей. Пробовала я два раза открыть маленький бизнес, очень маленький. Ты да я. Это бизнес и я. В общем, были они не очень успешные. Второй, может быть, был бы успешный, но я его скоропостижно свернула, закрыла. И сейчас, когда я приеду в Алмату, я очень планирую чуть ли не первым действием открыть себе что-нибудь, шить уже ту одежду, которую я хочу. И уже, конечно, я начну старт делать какой-то в Тунисе. Хочу носить свою коллекцию. Хочу подумать о концепции своего дела. В общем, мечтаю, да, открыть ателье. Надеюсь, когда-нибудь я ее осуществлю. После они десанты фактов о мне, без которых вот просто я не могу жить. И которые я готова есть, и есть, и есть. Вот пока не лопну. Это ванты с тыквой. Потом, также я люблю очень суши. Обожаю суши, обожаю роллы, обожаю горячие суши. Я просто фанатка. Аж кушать захотелось. Третье, то, что я очень люблю. Это цветную капусту в кляре. Тоже готова ее есть, и есть. Ну и, конечно же, я очень люблю чеченские лепешки из тыквы. Я просто обожаю их. И моя тетя, моя мама просто офигенно ее готовят. Напишите мне в комментариях, если у нас с вами что-то сходное. И напишите мне что-нибудь о себе. Какой-нибудь интересный факт. Мне очень будет интересно почитать. Посмотреть ваши комментарии. И, в общем, я планирую сейчас вести также блоги. А то, миссии вообще, думаю, то, что 6 месяцев я здесь нахожусь. Я делала большую ошибку, потому что не снимала блоги. И вообще, 4 года я мечтала сделать видео на YouTube. И вообще считаю, что это была большая ошибка, что я не делала, что я боялась. Оказывается, забояться ничего не надо. Надо просто действовать, брать, делать. И все будет окей. Главное, чтобы душа была счастлива. А то, что скажут о тебе или какие-то напишут глупости, все это пустяки. В общем, надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте мне лайк, так я буду знать, что вам интересно. И вам интересны мои видео. И до новых встреч!